Итак, возьмем пошире. Возьмем разбавитель, возьмем белило, возьмем разбавитель и возьмем белило. Сделаем густой сметанный замес. Плюс ультрамарин. Ультрамарин мы видим в небе с розовым. Ультрамарин каркасный цвет и картины. Можно? Наверное, картинку надо показывать. Да, 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 конечно. Да, 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 сейчас. Вот наша картина. Вконтакте была выставлена она, не знаю, может быть, стоит вам распечатывать, готовясь к уроку. Ну, а, сейчас распечатать негде. Ну, в общем, вы ее сейчас видите. У нас все места здесь держаны воздуху. То есть толщина воздуха это синий, иногда голубой. Поэтому, наполнив картину каркасным цветом, то есть этим цветом воздуха, цветом пространства, мы уже можем быть спокойным за колорит и гамму картины. Поэтому берем ультрамарин, разбеливаем, делаем густой сметанный замес. Краски берем много. Краски берем много. Продолжение следует... 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 Смешиваю. Смешиваю. И в линии горизонта, горами, добавляю розовый цвет. Делаю его чуть светлее, поскольку к линии горизонта, разбил этот делаю посветлее, чем синий, поскольку к линии горизонта небо становится светлее. И уже это тоже раздавливаю мастихином. Проделаю растяжку из розоватого в синеватый цвет. И лишнюю краску сдавил с холста. Вот эти растяжки, а-ля как у Эвазовского, когда из одного цвета небо переходит в другое, там очень обильное цветовое разнообразие. Вот таким способом очень легко создавать. Буквы с сеансом можно делать очень красивые растяжки. Просто вот так подштриховав и раздавив и перемолов границу между одним цветом и другим. Мало того, мы же розовым тоже вписались в синий. Нормально у нас, да? Пока нормально. Ну то есть я говорю уже для большой аудитории, да? Все пишет. Вот, мягкая растяжка. Очень рекомендую хорошенечко усвоить. К сожалению, на очных уроках иногда человек уже 20 раз приходит и не справляется с этой элементарной задачей. То есть сосредоточьте свое сознание на том, чтобы выполнить педантично эту несложную задачу и раз и навсегда решить вопрос с количествами и качествами для первой закладки. Теперь берем, тоже заглянем на палитру. Берем розовенький и бирюзовый. У кого нет на палитре бирюзового, можете взять ультрамарин и розовый. Это будет некий средний цвет скалы. Дальний. То есть ее собственный цвет. Есть цвет освещенных мест на скале. Опять же, кто забыл, как выглядит картиночка. Смотрим. Есть собственный цвет скалы. Есть розовые проявления света на выпуклостях. И есть в щельях проявления. Мы сейчас берем и делаем просто какой-то грязноватенький цвет. Собственный цвет камня. Вы видите, он вполне себе каменного звучания. Итак, розовый с бирюзовым. Делаем вот эту закладку. Закладку эту сделать нужно ответственно. Поэтому, прежде чем вы сюда зайдете, прежде чем вы сюда зайдете, зайдите, это я зашел туда сразу, а вы зайдите чуть ниже, композиционно чуть ниже, и распробуйте эту идею. конь с зубчатыми. С зубчатыми. Здесь по тренировке. И здесь. Счупайте. И только потом выходите в ответственное место на границу. Ну, на линию горизонта. Это после опробования. И так поступайте в своих картинах в дальнейшем. Если у вас ответственный элемент, и вы хотите потренировать в другом месте картины, то тренировать не переписывать такую сложную. Здесь касание уже нужно беречь. Такую сложную ситуацию. Уже не переписывать. Вот. Эти зубчики распробовали, распробовали, заложили туда. Лучше, конечно, сделать где-то более заметную вершину, где-то помельче. То есть сделать где-то умное звучание. Я надеюсь, что вы внемлите моему поучению и попробуйте себя здесь. Обычно все-таки с первого раза вот эти вещи недополучаются. Вот это сдавливание с кончиком мастихина. Многие задают сразу вопрос, а сколько нужно брать вещества? Ну, обычно на научных уроках задают вопрос. Мало, но достаточно. Поскольку у нас достаточно вещества на самом холсте, он как бы входит с ним в солидарность. И не боимся здесь пачкать, потому что здесь у нас совсем другие будут цветики. вещества на самом холсте. Спасибо.